Назидайте себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйтесь в молитве, в милости Божией. Вот слово «святейший» встречается в Новом Завете только один раз. На это надо обратить особое внимание. Сегодня это святейший Патриарх, святейший Папа, да еще ваше святейшее святейшество. Вот как? Такого нет и ничего, Иван Господь здесь. Святейшая наша вера. А почему? Потому что в ней глава Христос. Ответ один. И мы должны в этой вере назидать, не просто я уверовала, а узнать, а какая это вера, а сходится та вера с нашей или нет. Но если возьмем по восходящей, святейшая, превосходную степень, святая, просто святая, свят. И можно потерять от святейшей веры, что будет полное неверие. И сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле. Да такой вопрос даже ставить не надо было. А ведь эти слова-то о Христу принадлежат. Миллиард мусульман, больше миллиарда буддистов, как же ненадежно, Господи веру. А о христианстве, сколько толка в течение. Значит, речь идет, конечно, только о святейшей вере. Можем ли мы сказать, что у нас святейшая вера? Что мы верующие, да. Но когда вопрос прямо поставлен, и сразу под сомнение, ну, я верю, а как же это святейшая, это слишком возвышенно. А на меньше это Бог не согласен. Мы должны или войти в эту графу, чтобы на ней назидаться. А как назидаться, если она не наша вера? То на ней назидаться нельзя. Назидаться означает поучаться, укрепляться, утверждаться. И мы, выходя из церкви сегодня, точно должны знать, святейшие веримы или нет. Вот это единственное слово, святейшие, мы можем приватизировать сегодня, как Иоанн Златоуз говорит, присвоить себе. И можно это тогда, когда мы будем молиться Духом Святым. Это все в одном находится. Что бы у нас вот ни было, мы все сейчас посмотрим и скажем, вредит нам это или не вредит, сходится ли с тем, о чем говорил апостол. Апостол говорил, конечно, о той вере, какая она тогда у них была. О той вере мы знаем только из Святой Библии, то есть из Нового Завета. Здесь конкретно о Новом Завете идет. У нас, видите, материалы такие большие и высшие. Мы знаем, как беседуют с теоретиками, с сектантами. Пожалуйста, второй тон бери и беседы. С каким типом людей как беседуют? С четвертый тон бери знаешь. С мусульманами желаешь. Пожалуйста, 18-й тон бери. Пока рано. Ни один мулац только не будет знать, сколько ты ему скажешь. Проверяй, вот только ждем книгу. Сейчас уже близко к тому, чтобы мы получили эту книгу. Ты с любым раввином будешь, с любым евреем будешь беседовать. Все, тема закончена. А если сегодня подойдет нам православный священник будет разговаривать? Мне сегодня прямо уже показывают, подталкивают, можно сказать, к этой теме. Непременно необходимо разъяснить. Вот с нами встретился священник. Ну не наш. Но он православный. Он нам задает вопросы. И по вопросам его можно понять уровень развития. Он будет спрашивать, как в алтаре у вас. Ну такое все, что видимое, что у него есть. Как исповедуется. А потом, когда уже все ему ответят, а нам не стыдно ответить, тогда мы должны его спросить. Батюшка, могу ли я вам задать вопросы? Это вступительное слово. Чадо мое, задавай вопросы. А вот та вера, которую вы исповедуете, она православная, святейшая или нет? И сразу обратитесь к посланию апостола Иуда 1.20. Мы должны на ней себя надзидать. Вот на этой вере. Ведь это наша вера. Она имеет очень и очень много посылов. Из будущего до Нового Завета. И очень много последующего. Это соборы, каноны, вселенские, поместные. И сразу спросите, скажите, Христос явился в мир, праздник Крещения. Вы же признаете его? Да. А сколько ему лет было? Как сколько? Написано, исполнилось 30 лет. И он вышел. 30-летний Христос. Почему Рождество с Крещением рядом? 30-летний. Значит, 30-летний. А каноны про это говорят? Ну, 6-й Вселенский Собор, 14-15 правило. Что в Пресвитере не раньше 30 лет, в Диакона 25. А если раньше, да будет извержен. Мы уже рукоположили извержен. Дальше ничего нет. Правило закончилось. Вы сегодня не найдете в Барнауле попла, не найти вам, который не был бы рукоположен раньше 30 лет. Я ни одного не знаю. Все раньше у старобрядцев одинаково. И Никон до 30, и Аввакум до 30. С величайшим упорством зарубежная церковь нарушала, патриархию нарушала, дационная все спрашиваются зачем. Батюшка. Говорит, это же явное нарушение. Другие правила имеют обоснование в практическом применении. А здесь ссылка на Христа. Это правило написано не раньше 30 лет, запятая. Ибо и Христос вышел в 30-летний. Ты выше Христа ведешь. Ты понимаешь, нет? В Израиле был строжайший закон. Учителем можешь быть тогда, когда исполнится 30 лет. Какой же вы учитель-то? Это нарушение или нет? Его подгони к этому. Он будет, как уж под велами крутиться. Ну ты прямо скажи. Раньше рукоположен. Раньше сложи сейчас этот сан или не служи до 30-летнего возраста. Он не поет. Разговор закончен. Ты беззаконный, но тебе может никакой благодати нет. А это благодати нет вопреки всем канонам, вопреки крещения, вопреки возраста Христова. Ты смотри, сколько за этим стоит. Это не просто крещение. Крещение Христово, оно указывает на наше крещение. А наше крещение должно приходить сознательно. И кроме того, в крещении мы должны умирать. В крещении начинается общественное служение Христа. Он сразу вышел, поведен в пустыне для искушений, вышел. Это начало общественного служения. Вы крестите сколько людей? И второй вопрос. Скажите, сколько примера за год? Ну все равно человека два крестят. Да не два. Это уж я так беру. В любом храме. Скажите, эти люди на общественное служение вышли или нет? И были они погружены, как должны научены? Ничего этого нет. Это не значит, что брат стопроцентный. А если малое что-то будет нарушено в крещении, у нас в материале написано там, великая беда надлежит быте. В крещении мы умираем, говорит Кирилл Иерусалимский, скрываясь под водой. Ведь ничего нет. Вы встали на место, показываете, что вы со знаком качества, у настоящей попы, а делаете все как разбойники. И Христос не про это сказал. А не хватается за слова, что не надо никому свидетельствовать. А это как раз напротив. Как-то крещение принял, ты уже вышел на общественное служение, ты должен только из купели вышел и сразу начать говорить, я видел небо отверстие. Дух в виде голуби не сошел. Ты в этот день, вот здесь как раз, Духом Святым молясь, это как раз и говорится, вот этот Дух сошел. Это рождение новое у человека. Так и называется рождение свыше. Этого-то ничего нет. Одна проформа. Для виду. А если человек, исполненный Духом Святым, у верового Христа, ты на святейшем-то вере, ты как раз и находишься со Христом. А теперь надо себя назидать, непрерывно наставлять, поучать. А как ты можешь себя наставлять, если тебе ничего в руках-то нет? Ты должен день и ночь людям поскладывать вот эту изысканную пищу Слово Божие. Это я говорю, как нужно разговаривать на первых шагах со священником. И написано, батюшка, что священники уверовали, будучи священниками, они были неверующими, но потом они уверовали в дьянях апостолов. А вот о том, что никому не надо говорить, не бросайте из жемчуга, а ведь не об этом говорится. Иоанн Златоуст говорит, тело мое лучше отдам собакам, чем недостойно прищищаемся. Кто прищищается? Это вы бросаете сам, любой с улицы заходит и прищищается. Я этого не могу делать, я не священник. А Слово Божие проповедуйте всей твари. А где? Разве что никакой нет? Где? На кресте разбойник висит, преступное общество, блудницы, пляж, сюда и везде надо свидетельствовать. Прямое указание Христа. А вот здесь предварительно уже оглашенные изыдители, даже оглашенные, уже оглашенные, то есть глаз Божий коснулся их. Они уже учащиеся у ног Христа были. Выйдите пока. После этого еще дважды дьякон, двери, двери, то есть проверьте на замок, чтобы никто не был. Вот батюшка, кто сам там бросает, это вы. Легче самому быть растерзанными собаками, чем чтобы тело Господне прищастить и недостойному. Никому за год он не отказывает, никому, любой с улицы приходит. К любому вызовут и любого прищастит. В тюрьме, кому бы не было, вот женское лагерь, он более страшный. Недавно читали в газетах, поехал священник, сразу прищастил 470 преступниц. А сколько там было? 490. А почему не всех мусульманки? Столько это удержало? То есть батюшка, больше презрения-то нигде не было к святыне, как вы делаете-то. Ты сразу его посадишь, ты же никто, ты же преступник. Притом преступник не против человека, а против тела Господня, против самого святейшего. Ну и взыскание же будет. Видимо, об этом Серафим Саровский молился, три дня, три ночи. И Бог ответил, не пощежу и не помилую, потому что слово мое, Библию, заменили вымыслами человеческими. Самое опасное на земле положение священников. Самое шаткое, самое ненадежное спасение. Как нам нужно молиться за батюшку? У него меньше всего шансов спасить, согласно Слову Божию. Поэтому тут надо говорить о тех сторон поддержке, чтобы он имел великое дерзновение. Послание к Иписянам 4,29 говорит о том, что мы должны говорить. Только было бы доброе у нас из уст для наседания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Я говорю о наседании. А чтобы доброе для наседания... Что ты можешь рассказать, если эти Библии-то не считаешь? Ты можешь рассказать, кому ходил, что видел, а кому это нужно? Чтобы доброе для наседания было, чтобы на этой святейшей вере-то быть, Библию-то надо вернуть к народу. К православному-то совершенно не относится. Сегодня, до тех пор, пока Евангелие не будет данным. Вы запомните, что у сектантов, какие у нас есть, не считая иеговистов, у всех православная Библия. Они же один из этих книг отбросили, а первая написана с синодального перевода, даже на канонических, на всех. У православных никогда не было сектантских Библий. Никогда. У них и перевода даже нет. Баптисты никогда его не делали. У них грамоты такой нет. Адвентисты не делали. Пятидесятники не делали. Никто не делал. И поэтому, если священник говорит, что у кого-то из православной Библии сектантская или протестантская, он вообще ничего не понимает. То есть дух лжи под языком, на языке, и вокруг шеи, и в глаза, всюду. Дух лжи. А синодальный перевод, его издавали одинаково до революции, после революции, и за границей, везде одинаково. Про него все много сказано. Первое, Тимопея 1.4. Апостол Павел убеждает, чтобы мы не занимались баснями, разословиями бесконечными, которые производят более споры, нежели Божие назидания вере. А как может быть там назидание вере, если столько времени проводят у телевизора люди? Это не так. Я посмотрю сейчас лучше, скорее Библию возьму, ну что Бог откроет? Что там откроет? Там все под мусором завалено. Чтобы Бог что-то открыл, это надо выпрашивать на молитве. Глаза свои закрой от всего, чтобы ничего не видеть. Настройся на эту волну. Сколько разных газет мирских читаем. Чтобы Слово Божие проникнуть, это надо далеко-далеко от этого мира уйти. Притча Соломона 6.23 Заповедь, есть светильник и назидательное поучение, путь к жизни. Назидательное поучение. Притом это касается всех. Ты назидательное поучение можешь дать сыну, дочери, внуку. А как вот дашь? Если опыта никакого нет. Ты можешь сказать, а я считала в житиях, ну и дальше. Тут можешь еще что-то сказать. Если можешь еще перетрясти в житиях. А из Библии ты можешь брать любой пример. Любое слово. Я сколько в жизни приходил беседовать со священниками, они, как правило, все спорливые. Притом даже если они со мной в очень хороших отношениях и прислушаются, что я говорю, он все равно спорит. Потому что у него там очень далеко. Я однажды с таким ехал. Человек имеет мирское образование, притом психологический факультет Санкт-Петербурга. Это считается элита такая. Спорит. У человека дух, душа и тело. Вроде бы отдельный дух. Да нет этого. И пока ехали дороги, я ему все это рассказал, доказал. Он до конца спорил. Ну вот к нам на крещу пришли два или три епископа на квартиру. И я ближеным доказывать, моими словами, все же от своего отошел. Поэтому сразу нельзя сказать, как он дальше примет. Ты только твердо, уверенно, стой на святейшей вере. Так говорят святые отцы. Ничего треотройного нет в человеке. По троицу подгоняет. У человека отдельная субстанция душа, которая иногда называется духом. А когда говорится дух, душа и тело, значит настрой какой у тебя есть под словом дух. Вот и все. Деяние апостола 9.31. Церковь назидалась и ходила в страхе Божьем. Назидание обязательно проявляется в деле. Церковь назидалась. Вот спросим, батюшка, а эти слова применимы сегодня или нет? Любому. Церковь назидалась. Как? Сегодня она в обряда верия. Выходит священник, повернулся, зашел. Все уже знают, где поклониться. Когда он ходит, бегает даже за священником, руками хватает, эта благодать особая крутится. Мы-то знаем, что каждый день это иконы кодятся. Ни стены, ни людей. Поэтому мы никакого отношения тут не имеем. Поэтому церковь должна назидаться. И один ответ. Назидаться опытом. Вот это я применил на практике и я вижу так. А было в моей жизни, чтобы вот это слово не бросая тихий жемчуг, сам и свиньям упылял? Было. Было, но если я 45 лет верующий, 45 лет я благовествую, то встретилось не больше трех раз. Это человек, который на работе, никуда он не отходит, он все время здесь, и он пристает, а вот мне почитай, и вижу, он смеется. Я ему не стал считать. Вот и все. А так ты не знаешь, а кто такие псы? Скажите. Я им говорил, вот представьте, что иногда в глиринцах показывают так большая яма, а посредине там есть какой-то столб, ну довольно вместительный, может там человек находиться. А вокруг бегают львы или другие хищные животные. И тот человек будет жить до тех пор, пока ему будет поступать пища. Эту пищу можешь бросать ему. Если сто халачей ты бросишь, и только один долетит, ты будешь бросать или нет? А ему задача три дня на этом столбе просидеть, а вокруг бегают волки, вокруг бегают львы, чтобы они упал, буду бросать. Ну а почему ты решил, что не надо? Как ты можешь определить, что это волк, свинья, хищник, если я ему говорил, он смеется, после второго и третьего разумления отвращается? Вот тут написано, но если я ни разу говорил, как я могу сказать? А если я говорю, 20 человек слушает, а один стоит хульник, что ради одного не должен остальных кормить? С этим стихом нужно очень осторожно работать. Но вот относительно причастия здесь на 100%. Здесь уже проверка, чужих никого не должно быть. Любого священника спрашивать, а сколько членов вашей общины, он понятия не имеет. А кого крестили батюшка, где они в прошлом году? А кого венесяли, где они? Он ничего не знает. И скажи, вы даже не свидетель, вы никто, просто это церковная кормушка. И он уже осадить, посадить на место и начни сначала обратить к Богу. Это нам нужно просто памятку, как разговаривать со священником. Я говорю, что наши не знают. Благоговение перед Словом Божиим изгоняет страх перед людьми. Ты будешь смело с ними разговаривать. Апостол Павел пришел, когда там Иоанн, Петр, и великие, столпами почитавшиеся, ничего великого я там не нашел. Я им предложил, как я благовестный, я не так, как они. Я среди язычников. И они протянули руку общения. Все, он не заискивал. Петр не так. Он говорит, к лицемере ты варнал, а вдруг его всех осадил сразу. Не надо, сюсюк с ними. Ты прямо ему поставь вопрос. Если не знаете, я вам называю цифру. 719 правил наших действуют. А из них 413 нарушается каждый день церковь. Это 57%. Торговлю убрать не можете, батюшка, значит, закройте эту лавочку. Там ничего нет. Оглашенные занятия не выполняются, вообще ничего нет. Литургия из трех частей, литургия верных безоглашенных, ты не имеешь права литургией служить. Это все беззаконно. Вот и все. А за нами подглядывать не надо. Если ты знаешь, за нами не так подскажи, мы с радостью примем. Мы умышленно шли на то, чтобы все выполнить, как в канонах говорится. Насколько нам это удалось, Бог только один знает. Но во всяком случае, явных проявлений нарушения канонов у нас нет. Если написано нет, значит нет. Мы этого не делаем. Деяние 20.32 Я вот, Павел Гатер, расстаюсь и предаю вас Богу. Ну, когда выезжаете, то говорят, за вами вы идете смотреть такое-то. И Слову благодати, которое может назидать вас более и более. Я хотел бы эти слова сказать вам, когда буду умирать. Я оставляю вас Богу. И Слову благодати, для которого я, ну, Бог даст, может быть, и больше еще. 45 лет я уже этому Слову служу. Слове Божьем вы найдете утешение родительское, братское, сестринское. Самое дорогое, чего вы желаете тут получите. Это ответ, это светильник, это свет в ноге, это объяснение всех вопросов. Для тебя ничего тайного не будет. Ты знать будешь, кому какой дать ответ. Оно более и более будет назидать. У нас есть авторитет Библии. Мы можем прямо показать. Римлянам 14, 19. Павел приучает. Будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Если этого искать, значит, при каждой встрече каждый должен что-то иметь. Только встретились. А где видел проявление милости Божией? Оно должно назидать. И назидание должно быть ежедневным, чтобы укрепить со своей веры. Самый малый изъян веры может послужить крушением веры. Самое маленькое отступление, оно может вообще как червоточинка все подтащить. Римлянам 15, напьется. Не во благо ребенок просит, не позволяйте ему. Выдержите в строгой дисциплине. Первое к Коринфянам 8, 1. Знание надмивает, а любовь назидает. При многом знании нужно очень сильно воздерживаться. Знать, где применить, кто это понесет, в каком виде подать. Так я же сказал, там хоть как. Надо знать, когда сказать. Иногда приходится очень долго ждать момента. До самого конца и почти никак не скажешь. У меня были случаи, с людьми встречался регулярно несколько лет, и я не мог сказать до конца все. Рядом, уже совсем рядом. И только тогда вдруг внезапно Бог открывает дверь. Это надо вымолить у Бога. 1 Коринфянам 14, 3. Павел говорит, все мне позволительно, но мне все назидаешь. Что позволительно, это любой скажет. Ну, позволительно, где милиция за руку не схватила. Где прокурор мимо прошел. Но не все назидает. Значит, среди многого, что мне позволено, надо найти то, что назидает. То есть, дает мне духовный рост, толчок к святейшей вере. Укрепясь в ней. 1 Коринфянам 14, 12. Старайтесь обогатиться дарами к назиданию. Если вот сейчас прямо зашел об апостол или Господь и сказал, проси, чего хочешь. Вот как в сказке 2-3 желания там надо выполнить. Чего бы просили? Большинство людей бросили бы просить здоровья, если они больные, избавиться. Ну, еще попросили бы что-то материальное. А духовное, чего бы ты попросил сейчас? Вот Соломон знал, что просить. Бог ему все разрешил просить. Если бы сказал, у меня на границе стоит враг, убей, Господь убил бы его. Если бы сказал, дай золото мне, ну, чтобы было каждый день по вагону золота, и он бы дал Бог ему. И Бог ему это и сказал, вот так как ты не просил ни смерти врагов, ни богатства, а просил мудрости, и не мудрости книжной, а перед народом выходить, заходить. Вот что надо просить сегодня каждому. Я сижу дома умный, кажусь, а выйду, как я людям буду говорить, выходить и заходить в священие должен, не с кадилом, а показать мудрость, решить, кому принадлежит этот ребенок. И все содрогнулись, никто не ждал. Какое расследование сегодня, барабанализы, генетический код, какой был матери ребенка, кровь, резусы, ничего этого не надо. Мудрость все это растекает. А все это только люди, которые паразитируют может на этом. К назиданию. И к этому надо стрелиться. Ефесянам 5.19 У нас есть возможность назидать себя здесь прямо. Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Некоторые не остаются, когда поются у нас песни. Песни, которые исполняются, они очень хорошие. Они простые, доходчивые, потому что если православного переведешь, они хорошие, хорошие, песнопения церковные, но там настолько красноречие, что ты до смысла даже по-русски не докопаешься. А эти песнопения, которые поете, они такие простые. Стань грешник взят. Стань, кто-то стучит, кто-то, и ты думаешь, в самом деле, уже на пятом стучит, и я ко мне, наверное, стучался. Простые слова, назидай себя. Не уходите от этого назидания. А можно я уйду? Да можно, конечно, но назидание ты уже не получишь. Тем более, у нас все это в книгах уже есть. Первое, Тестное, Иисусе, 11. И назидайте один другого. Я тебя назидаю сейчас. Ты меня тоже должен назидать. Один другого. И все время об этом надо молиться. Вот в начале молития я сразу, Господи, какое назидание народу сказать? Да и я не священник. Это мы уж привыкли, что я каждый раз выхожу, тут начинаю говорить. Я-то никто совсем. Совершенно никто. Так уж меня по знакомству епископ поставил с чтецом, чтобы в храме можно было рот раскрыть. Я печник, я сторож, с меня просто будет запечка дымит. И вы стараетесь выпросить у Бога, как поступить с ребенком. У вас большой доступ к внукам, к близким, на работе, где бываете. Как я с ним заговорю? Когда меня на работе преследовали, когда я был в вузах, я постоянно молился об этом. Я не знаю, кто меня сегодня будет допрашивать. Там тоже, как в университете, звонок и отбой. Отбой, полная тишина, чтобы ни один не встал. В это время открывается, на выход, на допрос, иду, прихожу, дядьки какие-то, течи, дядь, кандидатов наук понавезли. Вопросы задавать. Кто умнее задаст? В общей сложности на мне было задействовано 12 кандидатов наук. Так вы не думаете, что просто кандидаты? Кандидаты по определенному, это там, они все это знают, философии, все. И закончилось, чем развели руками, он говорит, у вас слишком прочный стержень. Я говорю, это я здесь разговариваю и так, чтобы другую статью не дали. Ты со мной на свободе встретишь. Я бы тебе рассказал побольше. Я-то тут еще гляжу, стараюсь власти нигде не задевать. А я бы сказал, что власть слепая, она власть тьмы сегодня. Вот в Боге, стержень, мой стержень Христос, вам ничего не сделать. Сегодня надо укрепляться, пока нас не судят. Не так, что когда меня посадят, я там тогда, все, там ничего уже не сделаешь. Это надо делать сегодня, подготавливаться. Второе послание Тимофея 4.2 Проповедуй слово. Настой во время, не во время, увещевай со всем назиданием и долготерпением. Не просто занудливо делать замечания, но с назиданием. Покажи, какой лучший вариант, как это лучше сделать, как это откроет двери для свидетельств, скажи опыт святых свой. Вот обязательно должен показать, как тебя Бог благословил. Вот считаешь апостол Павел, он раз за разом повторяет одно, я шел, меня Бог обратил. Галатам пишет, я не достоин называть, я гнал церковь, я изверг. Он, все это перед глазами, я не достоин называть апостолом, а подписывается апостол. Но он меня избрал, это Божья милость была. И они это видели. Вторая книга, Маковейска, 2.26. Мы озаботились доставить душевное назидание желающим считать. Слово назидать, это значит наставление, получать усиленное поучение, усиленное. Слово наставление только в притчах встречается 22 раза. Соломон очень много об этом заботился. Насколько он успел, Бог его знает, но получилось, что ты не в отца. Написано, скуда умный. Сирахов 22.22. Наставление для безумного это оковы на ногах. Сразу да не будет со мной. Любое наставление я приму. Даже противник что-то говорит, я обязательно записать должен. И после проверить, сходится или нет. И все сравнить ты можешь со Словом Божиим. Они под разными именами подписываются, очень грамотные. Кто работает на соло, и там непрерывно эти надписи, ты только подошел, глянул, это не подойдет, это не христианское. Вот это, вопреки, вот это прямо взято другими словами, не евангельскими. Ты должен мгновенно, не как в долю секунды сказать, это против Евангелия. Сирах 33.16. Боящийся Господа примет наставление. То есть наставление это есть назидание. Боюсь ли я Господа? А как узнать? А как наставление принимаю? Если сказали, так подожди, я запишу. Вот это явно вижу. А что ты сказал? Так человек себе записывает, а потом видишь я сколько. У меня был один такой. На шаг не находил. Так я сказал, что он выхватывает, и сразу записывает. А что вы сказали? Да это не я сказал, это сказал Сирах. Ты ему сошли. Не припиши себе. Не так один древний мудрец сказал. Деяния 13.15. Когда апостолы вошли в синагогу, то к ним служители церковные послали сказать, если есть у вас слово, наставление к народу, то говорите. Я ставлю вопрос. Священники едят в гости. Когда в последний раз во время службы к нему подошли от священника и сказали, тебе есть слово назидание? Батюшка приезжает, сразу что с тобой берет камеларку, что ему положено, по форме, одеться, ну ты, да заходи в алтарь, все. И там они скрылись, там переговорят, никто это не знает. Слово назидание. Я только об одном слышал. Эра монаха Дорофей в старое время. Его все знали. Он так вот приходит, и он сразу в алтаре слово разрешит сказать священнику. А тому только это и надо скажет. Он скажет, пройдет немножко сужу. Разреши еще раз скажу. Прошло короткое время, сообщает, его убили. Убили и в реку сбросили. Поехал в Грузию. Видите как. Я с ним ни разу не встретился. Я только помню, как отец Александр Пиловаров зашел в комнату, размашисто перекрестился и запел со святыми у покоя раба Божия Дорофея. Убили. Я не встретился. Но в душе моей это осталось. Мы должны Бога просить, чтобы к нам обращались, есть ли слово наставление. Я испытал это счастье в разных собраниях, в баптистских, в пятидесятических, когда подходили и говорили, у вас слово на задании есть. А они не православные, они это могут сказать. У нас даже сейчас приди яру, песни, и ему слова не дадут. Кто бы он ни был, самый мудрый приедет проповедник, а я бы, почему бы не сказать-то. Ну не будет он против икон-то говорить. Помешались на этих иконах. Он скажет о Христе, он в покаянии души приведет. Ну нельзя здесь, ну хоть здесь разрешите, в трапезной или где-то. Нет, нельзя. Не наша вера. Деяние. 15.32. И обильным словом придали наставление. Ну это не из нашей области, а обильным еще словом. А так для того, чтобы на святейшей вере укрепиться. И Деяние 20 глава 1-2 стих. И преподал верующим Павел обильное наставление. Закончится жизнь архиерейская, священническая. И будет ли сказано о них, что прибодавали слово обильно. А обильно, значит, не на первом месте служба была, ясно. Римлянам 15.4. Апостол Павел говорит так. То, что было прежде написано, это написано в наставлении нам из Писания. То, что мы считаем, это наставление из Писания. Если с кем разговариваете, вы все-таки указываете один-другой стих, как вот сестра приезжала. Священник ее упрекнул, я вам рассказывал, как-то, что-то все из Писания. Но она стала как бы оправдываться, и опять из Писания слово-то это и сказала. Так, а еще буду гордиться, Бог гордым противится, а смиренным дает благать. У нее так получилось, это списалось в строку. Он хотел, чтобы она вышла из этой колеи. Никогда не поддавайтесь. Галатам 3.2. Апостол Павел говорит, что мы получили духа через наставление. То есть назидание в вере, служение в Духе Святом, они неразрывно связаны. И это необходимо внести в молитву. Господи, Ты даровал нам святейшую православную веру. Я обращаюсь к первому веку. Назидать-то я желаю в ней, получаясь и Слово Божие, что братья и сестры помогали мне, указывали на недостатки, и мы все имели желание войти в Царство Небесное, которому не будет конца. Аминь.